Святых суворовских мучениц почтили на Нижегородской земле. В этом году ежегодно отмечаемая дата была особой, юбилейной. Исполнилось столетие со дня гибели. Подвижницы, пострадавшие в годы безбожной власти, известны тем, что до конца пронесли свой крест. А за свои аскетические подвиги святая Евдокия сподобилась получить от Господа различные дары Святого Духа и помогала людям в их бедах и болезнях. Ее верные келейницы, Дведарья и Мария, не оставили бывшую на их попечении наставницу. И ныне после кончины святые мученицы живо откликаются на обращенные к ним молитвенные прошения многочисленных паломников. В селе Суворово Дивеевского района в Успенском храме паломники и прихожане каждый год собираются в день почитания святых пузовских мучениц Евдокии, Дарьи, Дарьи и Марии. В этом году исполнилось сто лет со дня их гибели. Божественную литургию в сельской церкви в честь Успения Пресвятой Богородицы возглавил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Святых Евдокию, Шейкову, Дарью Тимагину, Дарью Улыбину и Марию, фамилия которой утеряна, называют пузовскими новомученицами по старому имени села Суворово, Страхово Пузо. Две Дарьи и Мария ухаживали за болящей Евдокеей. Все они вместе и приняли мученическую смерть. Были расстреляны в годы террора на местном кладбище. Обретение мощей произошло в 2001 году, и теперь они хранятся в раках в Успенском храме. Здесь же среди реликвий доступны для почитания Евангелия, которая принадлежала мученицам, и крест Евдокии. За сто лет не ослабла вера местных жителей и паломников в своих святых. Владыка Георгий в архипастерском слове обратил внимание на значение этой памяти. Мы верим и знаем, что именно по подвигу новомучеников, исповедников земли русской, Господь к нам переменил Свой гнев на милость. И сегодня ныря Господня лето благоприятное. Святые наши мученицы, Евдоки, Дарьи, Дарьи и Борис, молите Бога о нас, чтобы в нашей земле стоять в вере православной, чтобы нашему народу искать прежде всего Царствие Божие и правды Его, а все остальное в нашей жизни приложится. На праздничном богослужении были многочисленные клирики Нижегородской епархии, настоятели монастырей, попечители и представители власти. Среди гостей и митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, который участвовал в обретении мощей, будучи еще иерманахом. Позднее под его редакцией вышла книга, в основе которой воспоминания келейницы, старицы Евдокеи и других свидетелей ее жизни. Почитают позовских святых и члены семьи владыки Мурманского. У меня старшая дочка крещена в честь Евдокеи. Мой отец владыка Митрофан обретал когда-то еще будущий иерманахом и тимущий. А мы с мужем ездили молиться о детях, вот к батюшке Серафиме, и сюда, и через 9 месяцев мы привезли нашу дочку. Я думаю, секрет в молитвах наших родных, которые живых и мертвых, которые молятся за нас, и поэтому приводят нас через свои молитвы к Богу, к вере. Связь между людьми и святыми, она не прерывается никогда, потому что мученицы молятся за тех, кто их почитает, кто помнит о них, кто чтит их память, кто ходит к ним на могилу, кто на службу к ним приходит, помолиться перед их святыми мощами. Уважение к святыням дает паломникам не только стремление чаще бывать в местах молитвы, но и всемирно помогать сельским храмам. Москвич Сергей попал в Суворово почти случайно, но о пузовских святых знает. Мы знаем о том, что они погибли здесь совершенно недалеко. Это место, которое тоже стоит облагородить для того, чтобы могли люди приезжать. Здесь есть совсем недалеко, километра 100 метров, источник с передона Тремяфутского, на который мы не смогли попасть, потому что не смогли проехать. И попытались найти пути решения, как помочь решить этот вопрос строительством дороги. Вера без дел мертва. Можно рассуждать очень долго о чем-то, но нужно реально чем-то помогать. Успенский храм в селе Суворово обновляется, хотя работы в нем еще много. Но сюда не прекращается поток паломников и прихожан, которые ценят и любят эту сельскую церковь и ее святыню. Субтитры создавал DimaTorzok